Друзья, всем привет! Это Вероника. Я очень рада вас приветствовать у себя на страничке. Сегодня у нас немножко необычный ярко-розовый фон, потому что я хочу сегодня записать ролик о бьюти-новинках. Но это будут не простые бьюти-новинки, а это такое будет специальное издание, special edition. Такая жизнь в розовом цвете. Сегодня все продукты будут яркие, розовые, так что оставайтесь вместе со мной. Сейчас вышла просто обалденная вещь. Это спрей для ног от бренда Vinolife Light. Он быстро снимает отечность, усталость, какую-то неприятную тяжесть в ногах. У него в составе есть ментол, за счет чего средство очень-очень приятно охлаждает ваши ножки. На теплый летний период я считаю вообще самое то. Также у него в составе есть пантенол, который увлажняет и защищает вашу кожу. Продукт моментально впитывается, не оставляет никаких следов, и его можно наносить даже на колготки. Представляете? Наносить продукт очень легко. Нужно просто снять крышку, перевернуть, обязательно перевернуть упаковку, встряхнуть и короткими распыляющими движениями нанести на ножки. Спрей можно использовать ежедневно, так как это косметический продукт, а не лекарство. Это очень-очень важно. Также средство отлично подойдет беременным девушкам, потому что я знаю, что у девушки в положении, но ножки нагрузка очень большая. И я уверена, что ваши ножки скажут вам спасибо. Так что очень-очень советую. Мне кажется, что продукт вышел крайне вовремя, в летний период. Такие вот охлаждающие продукты. Это очень здорово. Особенно в формате спрея. Это точно must have. И найти этот продукт можно, конечно же, в аптеках. Следующая розовая вкусняшка, которую я вам хочу показать, это вот такое вот наимилейшее мыло для рук от бренда Sephora. Мне безумно понравилось это мыло для рук. Я думаю, вы знаете, что я огромный фанат аромата Miss Dior Blooming Bouquet. Там содержатся розы и пионы. И вот это, это прям олицетворение того аромата. Конечно, он отличается, но мне этот продукт безумно понравился. У него просто обалденная, свежая, холодная, цветочная отдушка. Такой вот небольшой водный аромат цветочный появляется как раз за счет пионов. Так что, если вы любите и вы такая же поклонница аромата Miss Dior Blooming Bouquet, то я думаю, что этот продукт займет просто наидостойнейшее место в вашей ванне. Еще одна мыльная история. Это у нас будет бренд Le Petit Marsilier. Коллекция моменты радости. Вообще, в эту коллекцию входит несколько продуктов. Три геля для душа, насколько я помню. Есть еще красный клубничный и есть желтый медовый. Но сегодня я, конечно же, хочу вам показать вот такой розовый. Он даже и называется так, как вообще такое негласное название данного ролика. Жизнь в розовых мечтах, жизнь в розовом цвете. Очень приятный гей для душа. Здесь находится роза Прованса. То есть, как объяснить? Здесь очень интересная розовая отдушка. Она не тяжелая роза, такая болгарская роза, а это вот именно такая скорее французская роза. Тоже немножко прохладная, немножко свежая, немножко молодая. Мне понравилось, здорово. Но на мой вкус гели для душа Le Petit Marselier вкусно пахнут первые несколько мгновений в ванне. Потом они очень слабо остаются на теле. Я все-таки люблю, когда от тела идет такой именно благоухающий аромат. Но для тех девчонок, у которых достаточно аллергичный нос, или кто просто не любит, когда от вашего тела именно пахнет гелем для душа, то есть, кому нужна просто чистота и просто приятный аромат в ванне, очень-очень-очень сильно советую. Крайне приятная роза здесь. Еще одна розовая розовость, которая меня просто покорила, это был бренд Pivonia. Вообще, я слышала о бренде Pivonia от каких-то американских селебрити, и было достаточно интересно попробовать. И я заполучила от компании Valix Shop на тестинг вот такую линейку. Вы посмотрите, она прям вот, ну, олицетворение сегодняшнего яркого розового цвета. У меня есть из этой линейки целых 4-4 продукта. Итак, это у нас бренд Pivonia. У них просто на отличнейшие составы. Это не органика, но это натуральная продукция, которая содержит максимальное количество именно натуральных ингредиентов. Что у меня есть? В чем здесь состоит умывание? Умывание здесь состоит в, ну, скажем так, продукт похож по текстуре на молочко. Димакьянт он как бы называется. По сути, это молочко. Его можно использовать разными способами. Во-первых, конечно, упаковка. Упаковка мне очень нравится. Хоть мне и где-то глубоко в душе кажется, что упаковка чем-то похожа на старую упаковку Chanel. Только она там бело-черная, а здесь как бы целиком розовая. Ну, опустим этот момент. Средство выглядит вот так. У него есть помпа. Его можно использовать разными способами. Можно наносить на ватку и пользоваться, ну, как типичным молочком. Да? Я наношу не так. Я наношу этот продукт на влажное лицо, массирую. То есть, использую его как типичный гель для душа. Несмотря на то, что это молочко, оно отлично смывается водой, смывает макияж. Просто 5 баллов. Опять-таки, у этой линейки очень приятный такой бархатисто-розовый аромат. Он немножко взрослый. Ну, вообще, с розой достаточно тяжело. Если роза вот не такая свежая, а больше такая ароматная, болгарская, пахнет немножко взросло. Здесь где-то на границе. Но так как мое лицо просто расцвело, как, не знаю, бутон розы с этими продуктами, я на запах как-то меньше стала обращать внимание. Отличный продукт. Очень мягкий, очень нежный, нераздражающий. Просто супер. Следующий продукт это тоник. Он называется лосьон. Лосьон тоник. Опять-таки, его можно тоже использовать двумя разными методами. Здесь есть распылитель. Я его с помощью распылителя наношу. Можно его распылять на ватку и протирать ваткой. Как вам удобно. Но когда кожа находится в таком раздраженном состоянии, мне кажется, распылять что-то не нужно. Расход у средств достаточно большой. То есть, ну, на все лицо нужно где-то 3-4 распыления. Здесь как бы тоже 2-3 помпы. Но при этом средство у меня держится уже больше, чем полтора месяца. Где-то даже 2, наверное, месяца. При достаточно ежедневном уходе. То есть, теперь это вот такая моя ежедневная базовая линейка. Какие еще продукты сюда входят? Сюда входит вот такой вот концентрат. По сути, это сыворотка. Тоже здесь очень интересные компоненты. Много и розы, и всего остального. Это прозрачная сыворотка с очень-очень легкой отдушкой. Она быстро впитывается. Но, как все сыворотки, ее очень важно перекрыть кремом. Потому что, ну, как бы сыворотки без крема не наносят. Крем здесь вот в такой вот тоже очень милой розовой упаковке. Сначала мне казалось, что крем мне не подойдет. Я вообще сначала думала, что мне эта линейка полностью не подойдет. Потому что, ну, как бы, линейки, повторюсь, которые как-либо связаны с куперозом, они все-таки как-то очень сильно увлажняют и перепитывают мою кожу. Но для меня эта линейка стала именно балансирующей. Лицо именно пришло в нормальное состояние. Для меня это крайне важно. Я просто влюбилась. Крем бархатистый, нежный, мягкий. На вечер я его использую побольше. Он у меня дневной, ночной. Поэтому, девочки, дорогие мои, от всей души рекомендую. Для меня это было что-то новенькое. Потому что, ну, мы все привыкли к стандартным брендам. А здесь было безумно интересно потестировать что-то новое для себя и свежее. Вообще, в линейке Пивонья есть огромное количество базовых линейок и для жирной кожи, и для сухой кожи, и для возрастной кожи. Но для меня вот эта вот розовая линейка стала просто открытием. Я теперь вообще не знаю, как без нее жить. Все ссылочки на магазин Валикс Шоп есть под видео. Они официальные дистрибьюторы Пивонья. Так что обращайтесь. Не могу не похвалиться. Это очень-очень-очень новый, свежий для меня продукт. Я не буду о нем долго говорить, потому что курьер мне его привез буквально сегодня. Но как раз-таки, когда я его увидела, когда я открыла посылку, у меня и родилась идея создать именно вот такой ролик, посвященный всему розовому, всему яркому. Это вот такая яркая малышка. Это у нас Форео Луна Мини 2. Это у нас щетка для очищения лица. Я давно на нее смотрела, потому что, ну вы знаете, я какой год вам уже обещаю снять ролик о щетках для лица? Вы знаете, я их до сих пор не выкинула, я ими до сих пор пользуюсь. Так что когда-нибудь я все-таки рожу этот ролик. Чем этот прибор отличается? Он отличается тем, что здесь щетинки не из каких-либо щетинистых материалов. У нее очень-очень мягкие силиконовые щетинки. Говорят и пишут, что они более качественно, более нежно и более безопасно очищают лицо. Сегодня я использовала один раз. Лицо у меня было достаточно раздраженное, потому что перед этим я использовала глубокую очищающую маску от Glam Glow. Но вы знаете, пока что мне понравилось. Я повторюсь, я не хочу быть голословной. Я ее еще подольше потестирую. Но она просто безумно приятная. Это обновленная версия. Они здесь заменили, расширили вот эту вот рабочую зону. Здесь щетинки более твердые, здесь более мягкие. Там есть огромное количество оттенков. Так что я сейчас нахожусь в периоде такого супер-супер теста. Но по первому единичному такой first impression мне очень понравилось. Нет эффекта трения, нет эффекта лишней пены на лице. В общем, прикольно. Будем тестировать дальше. Продукт, который отвечал за мои сегодняшние розовые щечки, это была марка Zoiva. У них вышла такая вот как лимитированная, насколько я поняла, коллекция, которая называется Sweet Glamour. В нее входят два продукта, а может быть и не два. Мне, честно говоря, лень было перед этим видео заходить на сайт Zoiva. И так что я просто показываю вам, что есть у меня. Это такие вот красивые, какие-то, не знаю, такие пастельные палетки. Такие, знаете, как будто нечто такое, какой-то эффект боке. Что я использовала сегодня? Сегодня я использовала на себя вот эту вот палетку. Здесь два розовых оттенка. Один более светлый, другой более темный. На мне сегодня оттенок Ideal Love. И также здесь есть хайлайтер. Вы знаете, я не скажу, что это шедевр. Скорее, это просто неплохая палетка. И если бы марка Zoiva была бы у нас в более доступном сегменте, да, то я бы вам ее очень легко рекомендовала. Но так как нужно заказывать, достаточно долго ждать, не могу сказать, что это прям вау-вау-вау-вау-вау. Тысяча аналогов можно найти, но, в принципе, если вам нравится эта марка, то почему нет? И также сюда еще входит вот такая вот палетка. Это тоже у нас коллекция Sweet Glamour. Это палетка с тенями. Вообще все отзывы, которые я слышала на эту палетку, достаточно неоднозначные, потому что эта палетка, ну, скажем так, она прекрасна, вот, ну, как арт-объект, но цвета достаточно тяжело смешивать друг с другом. Поэтому, когда я ими пользовалась, она подходит, знаете, для такого ежедневного макияжа свежей феи. То есть, очень красиво просто нанести такой вот лавандовый, ну, не лавандовый, вот этот лавандовый оттенок на все век. Очень красиво нанести вот этот вот оттенок такой зеленоватый Тиффани, да. То есть, в качестве одиночного оттенка на все века выглядит красиво, но вот играть с этой палеткой в плане много-много акцентов разных расставить, у меня, честно говоря, не получилось. Но, опять-таки, если вы просто фанат макияжа и вот в качестве арт-объекта эта палетка вас дико прет, то тоже крайне советую. Еще супер-розовостью нас радует бренд Got2B. Ну, вообще, у бренда Got2B очень много розовых продуктов и средства утюжок, и звездная пыль, и у них очень такое все яркое розовое. Что есть новенького? Линейка Agent Glam. В ней вышел вот такой вот лак. Пишут, что это серьезная фиксация пятерка, но я бы с этим поспорила, бывают сильнее, без склеивания волос. Это правда. Еще они здесь очень хорошо поработали над ароматом, так что этот лак больше пахнет не лаком для волос, а таким ярким, сильным, дерзким парфюмом. Но этот запах очень быстро выветривается, нет чувства эхэ-эхэ, как иногда бывает, знаешь, полатишь волосы, и прям эхэ-эхэ. Для ежедневной укладки супер. Может быть, просто я научилась еще пользоваться лаками для волос, я не делаю так как бы так, чуть-чуть-чуть, пшик-пшик-пшик, мне нравится запах, мне нравится аромат, все мне в нем нравится, такая яркая упаковка, ну, мне кажется, у меня к нему рука так и тянется теперь. И еще у них появилась вот такая вот сочная линейка, она называется Беспредела, в нее входят два продукта, первый это подъем от корней, спрей для прикорневого объема и стайлинг мусс для волос, для крэйзи объема. Вы знаете, такого типа продукты это абсолютно не нечто новаторское, спрей хороший, мне он понравился, как со всеми продуктами God to be, главное не переборщить, главное наносить не очень близко к коже, иначе может возникнуть эффект такой некой залипнутости. Ну и вообще, я лично для себя понимаю, что продуктами God to be мне комфортнее, когда меня ими укладывают, самой мне иногда не хватает вот этой силы, как бы себя как-то прочесать что ли, но повторюсь, просто нужно использовать достаточно концентрированно. Стайлинг мусс, ну по сути обычная пенка, но просто, что пенка это такой банальный продукт для укладки волос, вот ничего нового, новая только упаковка. А так, это просто очень хорошая пенка с эффектом объема, и это очень хороший спрей для корней волос. Поэтому, не новаторство, но очень классная линейка, опять-таки она яркая, розовая, такая позитивная, и рука к ней очень-очень-очень быстро тянется. На губах-то, я надеюсь, вы заметили, какая у меня красивая невозможность, это просто бомбически красивая новая коллекция от бренда MAC. У них вышла коллекция, которая называется Fruity Juicy, если я не ошибаюсь. Это лимитки, и они в такой сочной красивой упаковке. У меня есть три продукта из нее. Один продукт я еще даже не пользовалась им, потому что он настолько прекрасен. Это палетка на шесть теней, называется она Fruit Alala. Их там три вида. Сейчас вам покажу, какая у меня. Ну, во-первых, упаковка. Я не знаю, мне кажется, это какой-то, ну, больше похоже, как на алюминиевый какой-то, или супертяжелый пластик. Ну, нет, мне кажется, что все-таки это не пластик, она такая холодная, как будто бы это металл какой-то. Смотрите, какие яркие и красивые цвета. Ну, это же просто умереть не встать. Ну, и продукт, который на мне, это вот такая помада. То есть, да, смотрите, упаковка, ну, такая типичная классика MAC, но сверху вот эти вот фрукты, цветы, красота. Вот такая она яркая, розовая, ну, достаточно не новаторская. У меня сегодня все как-то не новаторское. Все не новаторское, но очень яркое, и все равно это все бьюти-новинки, новые какие-то яркие запуски. У меня оттенок называется Love at First Bite. Классный. Ну, я вообще люблю вот этот оттенок, такой дикой, невозможной орхидеи. Мне кажется, что он мне идет, особенно на такой вот весенний-летний период. Очень комфортная, очень такая прям вот жирненькая, кремовая, ласковая помада. Просто супер. И еще есть вот такой вот блеск для губ, но я бы сказала, что это нечто среднее между жидкой помадой и блеском для губ. Очень сверкающий яркий финиш. У меня оттенок называется La Salsa. Мне тоже понравилось. В принципе, вот эти два продукта можно наносить вместе, но я не люблю такую большую многослойность. Я люблю уж или помада, или блеск. Так что обратите свое внимание, коллекция очень широкая. Там несколько оттенков и палеток для глаз, и помад, и блесков, и хайлайтеров, каких-то, не хайлайтеров, а скульпторов таких, типа, как бронзеров. Ну, упаковка чумовая. Я думаю, что все поклонники MAC уже стоят в магазине и ее скупают активно. Еще одна розовая малышка, которую я вам хочу показать. Это у нас мой любимейший бренд Clorance. Крем для глаз. Называется он Multi Active. Что это такое? Чем он меня заинтересовал? Он меня, конечно же, заинтересовал своей упаковкой. Здесь такой большой железно-алюминиевый какой-то, не знаю из какого же материала он сделан, в общем, алюминиевый наконечник. И продукт выдавливается очень-очень интересно. Он выдавливается как бы сверху, а уже вот этим вот утюжком для глаз ты его разносишь. Очень приятное охлаждающее движение. Для меня это, пожалуй, вариант вот такого идеального крема для глаз. Я поняла, что я не люблю крем для глаз, который в баночке. Я не люблю, который в виде пипеточки. Я люблю вот, когда есть такой холодный, приятный аппликатор. Неплохой крем для глаз. Хорошо освежает. Хорошо подготавливает кожу к нанесению макияжа. Я его больше использую как дневной. Так что присмотритесь, если у кого закончился крем для глаз и хочется на лето что-то освежающее, спокойное, нераздражающее и вот такое прям приятненькое, 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 то обратите свое внимание. И напоследок хочу вам показать вот такую классную штуку. Это у нас не бабочка, это у нас новый аромат от бренда Mary Kay, который выполнен в виде вот такой вот большой сладкой и вкусной конфеты. Аромат называется Oh So Cute. Тут вообще, когда он мне пришел, у меня было подозрение, что он должен пахнуть шоколадками. Но на самом деле Mary Kay поступили интересно. С одной стороны, он действительно, в нем есть какая-то такая вкусная конфетная шоколадная нота, но при этом в нем очень много какого-то такого дразнящего нос шипра. Поэтому аромат прикольный. На лето, мне кажется, он будет тоже очень-очень-очень неплох. Это туалетная вода, поэтому она не раздражающая. Ну, я бы сказала, что может быть на каждый день в офис он несколько сладковат, но для таких вот летних приятных сочных прогулок будет самое то. Ну и, конечно же, упаковка. Мне кажется, фанаты ароматов должны его уже обязательно себе приобрести, потому что это просто произведение искусства, на мой взгляд. Ну что ж, девочки мои дорогие, это были все мои яркие розовые бьюти-новинки. Я надеюсь, что вам понравилось. Я не знаю, как вам эта идея, но захотелось к летнему периоду что-нибудь новенькое сотворить. Конечно же, в основном я буду продолжать снимать свои стандартные обычные бьюти-новинки. Но сегодня, так как пришло одновременно очень много чего-то яркого, розового, классного, девчачьего, захотелось сделать вот такой вот сумасшедший, импульсивный розовый, крэйзи выпуск. Я вас люблю, целую, обнимаю. Не бойтесь цвета. Макияж это игра. Если вам хочется носить яркие губы цвета фуксии, или глаза цвета фуксии, или все что угодно цвета фуксии, не отказывайте себе в этом. Тренды трендами, но розовый цвет из девушки не выбьешь никогда. Мне кажется, это правда. Я вас обнимаю, желаю вам отличнейшего настроения. Это была Вероника. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Мне будет очень-очень приятно. Пока-пока.